Вчера на заседании ОКК молдавская сторона потребовала прекратить тренировки и передвижение миротворческих подразделений в зоне безопасности. Россия и Приднестровье выступили против ограничений и считают молдавские требования угрожают эффективности миротворческой операции. Российская сторона заявила, что они будут действовать в рамках исключительно тех документов, которые на сегодняшний день определяют этот режим. Никаких, скажем, в этой части ограничений она пока не приемлена со стороны республики Молдова. Мы по этому поводу даже исполнили заявление. Поводом для молдавского заявления стали учения, которые проводились на постах контингентами приднестровских и российских военнослужащих. В качестве примера представители Кишинева назвали тренировку водителей миротворцев. В минувшую среду колонна из десяти машин прошла через зону безопасности от террасполя до Дубасар. Водители учились держать дистанцию, действовать согласованно в ситуациях, которые могут возникнуть на практике. О проведении тренировки Кишинев официально уведомили за сутки. Молдова сочла обучение водителей неприемлемым. При этом, по словам сопредседателя ОКК Олега Белякова, такие тренировки проводили и раньше и никогда не вызывали критики остальных участников миротворческой операции. В этот раз получилось иначе, отметил Олег Беляков. И они уже в такой истеричной форме требуют прекратить все передвижения, скажем, войск, от российских войск по территории, значит, зоны безопасности. Просвести к минимуму все те занятия, которые мы проводим с личным составом в рамках улучшения, скажем, боевой готовности. Раньше такого не было. По мнению Приднестровской стороны, заявление представителей Молдовы – это очередная попытка снизить эффективность миротворческой операции. Отказ от учений и маневров не позволит солдатам и офицерам научиться действовать в реальных условиях и на той местности, где они несут службу на постах. Олег Беляков напомнил, что вот уже четыре года в зоне безопасности не проводят совместные учения всех подразделений, входящих в состав миротворческих сил. От участия в них отказался именно Кишинев.